В Наридмаре одновременно строится рекордное количество парковых зон. У ЗАГСа возводят сквер для влюбленных. В морском порту наконец-то появится смотровая площадка. Более того, в окружной столице в скором времени будет открыт и литературный сквер благоустройства трех территорий. Это выбор жителей города. Напомню, в марте Наридмарцы участвовали в открытом голосовании. В числе предложенных проектов было порядка 20 парковых зон и территорий для отдыха. Иван Кутенников расскажет о том, как преображается город. Пусть не набережная, но смотровая площадка в Наридмаре наконец-то появится. Уже много лет жители населенных пунктов Припечорья сетовали на то, что при подъезде к окружной столице они видят лишь неказистый песчаный берег и груды металлолома. Впрочем, скоро здесь все изменится. Уже две недели в морском порту активно ведутся работы. Строители возводят автомобильную стоянку и обустраивают будущую парковую зону, где появятся скамейки, качели и освещение. Особое внимание уделили и укреплению береговой линии. Насыпной грунт будет удерживать от возможного наводнения. То есть там еще будет формироваться откос, соответственно. То есть данная площадка будет сформирована таким образом, что не страшны будут ни паводки, ни что за остальное. Дождливая погода не стала помехой для строителей. Работы ведут с ударными темпами. На объекте трудятся две полноценные бригады. Всего это порядка 20 человек. Но открыть смотровую площадку для жителей округа должны в середине ноября. Интересуются люди, интересуются, безусловно. Спрашивают, что будет. У нас есть в принципе паспорт объекта, который предоставляет возможность убедиться, что будет сформировано в конце концов. И как реагируют, когда вы им объясняете? По-разному. Реагируют по-разному. Люди рады. Люди рады, хоть что-то для них делается. Это приятно слышать. Территория возле ЗАГСа тоже постепенно преображается. Здесь появится сквер для влюбленных. В настоящий момент работы выполнены на 80%. Уже установлены два кольца для специальной арки. Их заказывали в Санкт-Петербурге. Они сделаны из металла с поликарбонатной обшивкой и светодиодным освещением. Боялись, что срок изготовления подведет нас, но попросили, отодвинули остальные заказы и вовремя нам практически за 12-13 дней изготовили и доставили в округ. Вот как вы видите, они сейчас установлены на данный момент. Сейчас строители укладывают тротуарную плитку с 3D-эффектом. Ну а затем подрядная компания приступит к установке мостиков влюбленных, а также фонарей. Работы ведутся с опережением графика, поэтому сдать объект могут почти на месяц раньше контрактного срока. Не в середине ноября, а уже через пару недель. Я думаю, что это достояние и лицо нашего округа, что здесь должно было быть все красиво. Та проектная документация, которая была сделана и ту, которую мы сейчас реализуем, она к месту. С нашей стороны мы выполним их в сроки, качественно, чтобы все этому радовались. Еще один объект – это будущий литературный сквер между зданиями третьей школы и МФЦ. Сейчас здесь завершаются работы по укладке тротуаров. Кроме того, установят скамьи, фонари, а также бюсты ненецким поэтам и писателям. Приходить сюда любители чтения смогут уже с ноября. Иван Кутейников, Сергей Качегов, Телеканал Север.